МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И в начале коротко о темах обыска. Еженедельное строительное совещание у Искры. Глава муниципалитета проконтролировал ход работы. Смотрели, что такое временка идет? Да. Подарок от депутата Московской областной думы Владимира Жука получила пенсионерка из развилки. Галина Михайловна, были рекомендации по пользованию данной плитой. Противостояние двух сильнейших мотобольных команд России на поле стадиона «Металлург». Настоящий мотобол, который он должен быть. В «Видном» состоялось очередное строительное совещание, развернутое у кинотеатра «Искра». Проходящее на еженедельной основе, оно призвано контролировать процесс благоустройства этой территории. Уже почти два месяца на огороженной территории вокруг кинотеатра «Искра» кипит работа. И с каждой минутой долгожданное обновление этой площадки становится для нас все ближе. Проконтролировать ситуацию на место приехал глава муниципалитета Валерий Венцель. Первым пунктом остановки стала спортивная зона с памп-треком и скейт-парком. Готовность этих объектов 90 и 40 процентов соответственно. Надо будет предусмотреть, у нас в штат ввести сотрудника. Сюда проказы этих шлемов, всяких защитных. Обязательный инструктаж, таблички. День ото дня преображается Тимоховский пруд. Дно водоема очистят от тыла и мусора, а после все его ключи сведут в один колодец. Кстати, о благородив Тимоховский власти планируют привести в порядок другие водоемы округа. Также Валерий Венцель осмотрел будущую водно-игровую площадку, зону фонтанов, места отдыха. Здесь у нас безоцепленные дорожки, лавочки стоят, стульчики. Смотрели, вот это вот сюда, говорит, это временка, да, идет? Да. Сейчас в распоряжении строителей 14 единиц техники, самосвалы, экскаваторы, каток, мини-погрузчики. С их помощью работы ведутся по всем направлениям, качественно и быстро, строго по графику. Завершаются работы по подготовке бетонного основания, тропиночной сети. Укладка плитки продолжается, да. Были вопросы, как укладывать ее, каким рисунком, как будет лучше. Сейчас решения найдены, начинаем укладку. Выбор пал на плитку с рисунком и швом поперечным движению. Всего предстоит выложить почти 23 тысячи квадратных метров полотна. К депутату Московской областной думы Владимиру Жуку обратилась пожилая пенсионерка, жительница муниципалитета с просьбой помочь ей в покупке новой газовой плиты. И вскоре она получила подарок от депутата. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. После своего обращения к депутату Московской областной думы Владимиру Жуку, жительница поселка Развилка Галина Михайловна Ухова даже не могла представить, насколько быстро решится ее проблема. Галине Михайловне 90 лет, и у нее очень непростая судьба. Еще в молодом возрасте ушел из жизни ее супруг, а 20 лет назад погибла дочь. С тех пор пожилая женщина живет одна, а помогает в быту ей соцработник. Самое главное – посидеть, поговорить с ней, узнать, как она себя чувствует, какое у нее настроение. В общем, всем, чем можем, мы ей помогаем. Выносим мусором, оплачиваем коммунальные услуги, покупаем продукты. Ко всему прочему, в квартире сломалась газовая плита. Готовить стало не только сложно, но и небезопасно из-за постоянных утечек газа. Кран не закрывается, и плита ненадежная, что в любое время откроется или закроется, и газом наполнится вся квартира, и взорвется весь дом. За помощью пенсионерка обратилась к депутату Московской областной думы Владимиру Жуку. Он сразу вошел в положение и за короткое время организовал покупку новой плиты. Процесс установки занял всего час. Также Владимир Петрович подарил пенсионерке небольшие сувениры. А сразу после оформления всех документов на новую технику, сотрудники газовой службы объяснили правила эксплуатации и оставили памятку о безопасном использовании. Галине Михайловне даны были рекомендации по пользованию данной плитой. Значит, она с газконтролем. Повторюсь, плита гораздо легче в обращении, чем предыдущая модель. То есть, если даже она забыла выключить комфорк, всё что-то, плита просто, ну, если задует газ, плита погаснет. И отключится, и перейдёт в безопасный режим. Чтобы испытать новую плиту, женщина сразу поставила чайник на горящую комфорку и предложила депутату выпить чай с конфетами. Побеседовав за чашкой чая о жизни, Владимир Жук поблагодарил за тёплый приём. В этот раз мне хотелось посмотреть не просто оказать помощь, а именно посмотреть, как сработают наши службы газового хозяйства, насколько оперативно они установят. Ну и самому прийти посмотреть, как Галина Михайловна живёт. Тем более, у неё 90 лет, совсем недавно был юбилей. Какому она помещению живёт, как установили плиту, как она работает, как она будет пользоваться. Несмотря на тяжёлую жизнь, Галина Михайловна не унывает и сохраняет бодрость духа в своём почтенном возрасте. А её быт теперь станет гораздо комфортнее. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Ледовом дворце Арктика стартовали соревнования детской открытой хоккейной лиги. Отличительная особенность этих ледовых баталий в том, что принять в них участие может любая команда, независимо от уровня игры и статуса. Единственное ограничение по возрасту. Подробности узнал Максим Козлов. Эффектное название Ice Legend Cup, солидные спонсоры и сотни горящих сердец, влюблённых в хоккей. Так вкратце выглядит рецепт создания детской открытой хоккейной лиги. Дети, которые не участвуют в турнирах высоких, будем так говорить, Кубка Москвы, чемпионата и первенства Московской области, которые проводят, чтобы они могли регулярно играть, мы проводим вот такие мероприятия. Здесь не будет турнирных таблиц в привычном смысле. Регламент соревнований устроен таким образом, что для того, чтобы принять в нём участие, нужно только желание. Ну и, конечно, хоккей нужно тоже любить. Уникальность концепции заключается в том, что команда любая, абсолютно желающая, может заявиться на любом этапе. И, в принципе, сыграв 2-3 уикенда, то есть 2-3 выходных турнира первым местом, они могут автоматически пройти в финальный этап. Соревнования носят статус открытых, но всё же географические организаторы ориентируются на ближайших соседей с юга Москвы, из Подольска, Лыткарина и Ступина. Несмотря на то, что турнир только стартовал, в нём уже довольно солидное количество участников. Например, только сегодня на лёд выйдет 10 команд. К середине сезона организаторы надеются, что их будет около 20. Возможно, приедут и зарубежные гости. В прошлом году, когда проводился тестовый пробный турнир, в гости к россиянам приезжала команда из Японии. Может быть, соревнования эти и любительские, но болельщики, судя по всему, настоящие профессионалы. Впрочем, и многие юные участники считают, что соревнования проходят на вполне достойном уровне. Я бы не назвала это полулюбительскими. Это именно уже углублённое состязание. Любительские – это скорее, когда просто друзья там собираются и играют. Это вот так вот. А здесь уже всё по-серьёзному? Здесь, да, по-серьёзному. Здесь у нас кубок будет, медали и, в общем, вознаграждение. Сейчас проводятся отборочные игры. Их цель – определить уровень игры каждой команды. В соответствии с мастерством коллективы будут разделены на различные дивизионы. С сентября месяца у нас стартует регулярный чемпионат, будем его так называть, который будет длиться весь сезон. Естественно, мы там будем награждать лучших, регулярно будем отбирать лучших игроков, чтобы поощрять. То есть всё это направлено именно на популяризацию детского хоккея. Самое главное – эти соревнования дадут возможность многим мальчишкам и девчонкам почувствовать себя настоящими чемпионами, ощутить вкус победы. А это дорогого стоит. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В рамках предварительного этапа чемпионата России по мотоболу видновский «Металлург» встретил у себя команду из Ставропольского края «Колос». За ходом игры следил наш корреспондент Анастасия Воронина. Команда «Колос» из Ставропольского края является серьёзным соперником для видновского «Металлурга». Уже с первых минут хозяева задали высокий темп игре. Наглые, упертые, достойные, проверенные игроки. Так что я думаю, что победа будет за нами. Обе команды были настроены только на победу, поэтому много атаковали и не давали друг другу проникнуть ближе к воротам для завершающего удара. После первых двух периодов счёт в матче так никто и не открыл. В перерывах спортсмены получили важные наставления от своих тренеров и снова ринулись в бой. Вся игра была очень насыщенная, к сожалению, не обошлось и без травм. Обе команды, несмотря ни на что, реализовывали много опасных моментов и всеми силами защищали свои ворота. Мотобол – командная игра, которая приличает большинство людей своей эффектностью и зрелищностью. Наблюдать за футболом на мотоциклах, признаются болельщики, одно удовольствие. Мне в качестве эмоций хватает всего. В качестве профессионализма я сомневаюсь, что она отсутствует в данных командах, в обеих причём. То есть, в общем, игра очень интересная, очень колоритная. И на самом деле это настоящий мотобол, который он должен быть. Мужчины, мотоцикл, там все дела. Прекрасно. Нам очень нравится. Вот и мы в следующий раз обязательно приедем. В итоге, на радость болельщикам, «Металлург» одержал победу над Ставропольским колосом со счётом 1-0. Но хоть игра и завершилась в пользу видновской команды, Валерий Нефантьев уверен, что его подопечные могли бы сыграть лучше. Если честно, ничего не получилось. Потому что я честно думаю, что будет игра более открытая и более наша будет игра. Потому что, видимо, психологи сильно перегорели. Потому что последние три тренировки просто творили чудеса. Я думал, они сетки пороют ударами. А в этой игре практически дальних ударов не было. Ответ на игра «Металлурга» против колоса состоится 30 августа в городе Ипатова Ставропольского края. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И на этом у нас все новости. Смотрите Видное ТВ и будьте в курсе самых важных событий Ленинского городского округа. До свидания.